Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Геометрия 10 и 11 класса Таносян задание 812 Правильная четырехугольная пирамида, у которой сторона основания равна А А плоский угол при вершине равен α Вращается вокруг прямой, проходящей через вершину параллельно стороне основания Найдите объем полученного тела вращения Запишем условие кратко Итак, мы рассматриваем четырехугольную О, А, Б, Ц, Д Правильную пирамиду У которой сторона основания А, Б Равно А А плоский угол при вершине Давайте сразу изобразим эту пирамиду Угол при вершине это угол А, О, Д Он равен α И вот эта пирамида вращается вокруг прямой, проходящей через вершину параллельно стороне основания Вершина у нас точка О, тогда возьмем прямую, которая содержит вершину О То есть О лежит на прямой А И прямая А проходит параллельно стороне основания Но она может быть параллельно, пусть прямой А, пусть стороне А, Д Пусть так И нам нужно найти объем полученного при этом тела вращения Объем тела вращения Мы вот так его обозначим Проведем прямую А, параллельную стороне А, Д И первое, что мы рассмотрим Отрезок А, Д равно удален от прямой А, поскольку А параллельно А, Д И тогда вращаясь Отрезок А, Д образует цилиндрическую поверхность Запишем это, что сторона А, Д образует Образует Цилиндр Цилиндр Значит нам нужно определить высоту и радиус цилиндра Радиус цилиндра будет равен расстоянию между прямыми А, Д и А Тогда это у нас будет апофема Если мы, ну вот это мы давайте изобразим, как она вращается И вот теперь, если мы проведем апофему О, О, Х Это высота боковой грани Все грани правильной пирамиды равны Тогда радиус цилиндра будет равен апофеме О, Х И мы ее можем найти из прямоугольного треугольника Давайте сразу обозначим, какая будет высота у этого цилиндра Поскольку сторона А, Д вращаясь вокруг прямой А Образует эту цилиндрическую поверхность То очевидно, высота цилиндра равна А, Д равна А Теперь определим апофему О, Х Ну, отметим, что угол А, О, Х Поскольку все боковые грани правильной пирамиды Это равноведренные треугольники Тогда угол А, О, Х равен альфа на 2 Высота это медиана Значит, А, Х равно А на 2 Ну и тогда определим О, Х О, Х тогда будет равно Значит, А, Х к О, Х это тангенс альфа на 2 Тогда О, Х будет равно А, Х или А на 2 Делите на тангенс альфа на 2 Так, ну и теперь можем определить объем цилиндра Объем цилиндра будет равен Пи Р цилиндра в квадрате умножить на высоту цилиндра Это будет Пи А в квадрате делить на 4 тангенс квадрат альфа на 2 На высоту высота А Итого получаем Пи А в кубе делить на 4 тангенс в квадрате альфа на 2 Второе Ну, поскольку боковые, боковые ребра пирамиды Описывают тоже некоторое тело И как бы описывают, собственно говоря, конус И даже 2 конуса с вершины О Ну, а основание конуса описывают боковые ребра пирамиды И тогда, чтобы вычислить объем тела вращения Нам нужно вычесть 2 объема конуса 2 пустоты, которые образовываются с боков Но для того, чтобы вычислить объемы этих конусов Давайте разберемся, какая же сторона Какая именно сторона, вращаясь вокруг прямой А Образует этот конус Если мы проведем апофему боковой грани ОМ ОМ – это перпендикуляр к АБ То есть это такая же апофема, как и ОХ То вот эта апофема, она будет находиться ближе к прямой А Поэтому именно она образует этот конус А тогда запишем, что ОМ, вращаясь, образует Конус С радиусом Радиус основания конуса Будет описывать, или собственно основание конуса будет описывать точка М А радиус будет равен перпендикуляру Вот если мы проведем такой перпендикуляр МП Значит тогда радиусом будет МП Ну, собственно, перпендикуляр МП Это равен перпендикуляру высоте пирамиды ОК Высоте пирамиды ОК Потому что это два перпендикуляра между двумя параллельными прямыми Ну, а если А параллельно АД То прямая, проходящая через точку М и через точку К Также будет параллельно АД Следовательно, будет параллельно А А значит перпендикуляры МП и ОК равны Значит нам нужно найти высоту пирамиды ОК И это будет радиус Так, давайте сразу определимся и с высотой этого цилиндра И высота цилиндра Это будет расстояние от точки П до точки О Ну, а расстояние ПО равно Давайте запишем, что это будет ПО АПУ будет равно МК А МК будет равно половине стороны А на 2 Теперь нам осталось вычислить ОК Ну, вычислим ОК ОК будет равно корню квадратному из ОН в квадрате Минус АК в квадрате Это будет равно корень квадратный ОАЖ А квадрат делить на 4 тангенс в квадрате альфа на 2 Минус АК Это половина стороны А квадрат на 4 Вынесем А квадрат на 4 Вынесем из-под знака корня И под корнем у нас останется тангенс в квадрате альфа на 2 Приведем к общему знаменателю Единица минус тангенс в квадрате альфа на 2 Ну, это будет равно А на 2 Если мы распишем тангенс в квадрате Давайте кратенько сделаем это Знаменатели косинус квадрат и косинус квадрат сократятся Синус квадрат альфа на 2 Получим знаменатели А в числителе получим косинус квадрат альфа на 2 Минус синус квадрат альфа на 2 Тогда получаем А корней из Ну, по формуле двойного аргумента это косинус альфа, ну, двоечка, и синус, выносим из-под знака корня альфа на 2. Это мы определили ОК. Теперь мы можем определить объем конуса, который описывает Апофема. Он будет равен 1 третьей πr конуса в квадрате на высоту конуса. Это будет 1 третья πr конуса А в квадрате на косинус альфа разделить на 4 синус в квадрате альфа на 2. И умножить на высоту на А на 2. Итого, получаем πа в кубе косинус альфа делить на 24 синуса в квадрате альфа на 2. Ну, и третий, теперь мы можем уже вычислить объем тела вращения. Объем тела вращения будет равен объему цилиндра минус 2 объема конуса. Это будет равно πа в кубе делить на 4 тангенс в квадрате альфа на 2 минус удвоенное произведение. Значит, πа в кубе косинус альфа делить было на 2, 4 на 12 синус в квадрате альфа на 2 вынесем. Давайте вынесем πа в кубе и вынесем 12. Тогда от первого слагаемого у нас останется, ну, тройку нужно написать и в знаменателе тангенс квадрат альфа на 2. Чтобы не было дробной частью, мы можем написать катангенс в квадрате альфа на 2. И минус косинус альфа делить на синус квадрат альфа на 2. Задание выполнено и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.